Привет, бро! Ставь лайк за 3 секунды, если ты хоть раз смотрел фильм про монстров. Считаю. Раз. Два. Три. Три с половиной. Ну что могу сказать? Красавчик, если ты смотришь фильмы про монстров. Если не смотрел, что могу сказать? Рано или поздно начнёшь смотреть, потому что ужастики, хоррор и всё такое, это довольно интересная тема. Сегодня же у нас игра УЕПС и новая битва. Земля номер 2. Это продолжение прошлого ролика. Кто видел, ставьте плюсик в комментариях. Кто не видел, ставьте минус. Я буду знать, кто вообще новый пожаловал на канал. Итак, как вы помните, в прошлой битве на Земле 2 случилось что-то необъяснимое. Чужие зависли, изменилась гравитация, замедлилось время. Это кто-то вмешался. Таким образом, рыцари смогли победить и добить какую-то часть чужих. Но не всех. Большинство убежало, немножко где-то размножилось. И вот у нас новое противостояние на Земле 2. Новые чужие. Вот они стоят, готовятся драться с рыцарями. И вот те остатки, которые остались с прошлого ролика. Но они, конечно же, ещё себе взяли немножко подкрепление. Здесь у нас стоит такая вот конница, да, кавалерия. Сзади стоят золотые рыцари, у которых 4000 здоровья. С правой стороны обычные рыцари. Да, они новенькие. Они ещё в битве не участвовали. У них 200 здоровья. Но всё же они тоже молодцы, красавчики. И сзади стоят лучники. Вот так их мало. В принципе, они сейчас будут драться. Напишите в комментариях, кто вообще победит в этой битве. Вот, чужие или рыцари? Под прошлым роликом вы оставляли свои комментарии. И хочу сказать, что из вас около 300 человек написало, что победят рыцари. И около сотни болело за чужих. Вы были правы. И те, и те. Потому что чужие и победили, и проиграли. Кто смотрел прошлый ролик, тот в курсе. Кто не смотрел, что могу сказать. Ребята, посмотрите. Это продолжение этого ролика. Ну что же. Не будем тянуть кота за колокольчики. Да будет у нас битва. Чужие сразу побежали в атаку. И сейчас начнётся что-то неимоверное, эпическое. Хочу напомнить. Земля 2. Здесь происходят реальные битвы. Потому что на Земле 1 у нас рыцари победили. И чужие не выжили. У нас параллельная вселенная. Вы же знаете, что она у нас мультивселенная. Ну, ходят такие слухи и теории. Что есть много вселенных, где по-разному развиваются события. Да, вот вы шли, сегодня чихнули, а завтра не чихнули. Вот уже создалась новая какая-то мультивселенная. Ну, что же у нас. Кавалерия нападает на чужих. И происходит битва. Мне кажется, что победят всё-таки рыцари. А вы можете написать, кто победит на чужих. Тут, ребята, 1200. Вы посмотрите. Это нереальная армада ксеноморфов. У которых место крови кислота. Мы, конечно же, с вами тоже здесь поучаствуем в битве. Мы о чём? Мы не можем поучаствовать? Конечно, мы не только зрители. Мы ещё и участники. А ну, сейчас воблер на конице. Иго-го! Воблер прожил ровно секунду. И с воблера вылез воблер чужой. Чужовоблер, блин. Вот, пришли рыцари. Видите, они тут бегают, сражаются. Давай мы возьмём вот этого жёлтого рыцаря. Как раз у нас жёлтый канал. Жёлтый значок канала воблер, да? И давай мы сейчас нажмём на рыцаря. Так что, дружище, если ты на канале впервые, не забудь подписаться. А также нажать колокольчик, чтобы получать все уведомления. Так. Так, что я стою? Я хочу на передовую. Я убью этих ксеноморфов. Я хочу, чтобы моя семья жила. Я хочу, чтобы все мои родные выжили. Я хочу, чтобы чужие захватили. Уйдите отсюда. Кстати, насколько... Оооо! Чужой меня завалил. Насколько мы помним, чужие, когда, скажем, вселяются в любой организм, они как бы там мутируют внутри, да, грудной полости и принимают 20% того человека или того существа, в котором они развиваются. Для того, чтобы подходить под определённые условия, да, в которых им придётся вообще обитать. То есть они таким методом адаптируются. Вот когда был фильм «Чужой против хищника», кто смотрел... Я вообще всех «Чужих» смотрел, потому в этой теме я, как говорится, как вареник в масле. Так вот, там вроде бы, когда чужой вселился в хищника, то он взял какой-то облик хищника, потому что он выглядел как хищник. Когда чужой вселился там в девушку или в Риппель, или где он вылез, он был, помните, такой вообще нос у него был какой-то такой острый. Так что «Чужие» — это ещё те гады, и мне интересно, если «Чужой» вселится в кота, что получится. Ладно, давай будем смотреть. У нас, в принципе, неплохо получается. Сзади даже стоят лучники, рыцарь куда-то... Куда ты побежал, ты дурачок? Тут лучники стоят что-то сзади. Непонятно, чем занимаются. Тут уже сзади ксеноморфы. Как они прорвались! Смотри, спереди золотые рыцари. Они всех убивают, и всё круто, как бы. Мне кажется, рыцари побеждают. А сзади что происходит? Что происходит сзади? Сзади, ребята, «Чужие» напали на более слабых рыцарей, и сейчас они тут всех убивают. Ого! Смотри! Что-то на скалы лезут. Ну, не знаю. Мне кажется, что рыцари победят, но в то же время «Чужие» тоже. И имеют какую-то тактику. У них есть какой-то план. У них есть план, и они его придерживаются. Хе-хе-хе-хе-хе. Кто понял, тот красавчик, о чём я говорю. Вот. Так что смотрим, смотрим. «Чужие» тут бегают. Видите тут что-то? Вот сзади уже бегает «Чужой». Смотри на золотого рыцаря. С ноги. С ноги бьёт. На! «Чужой» с ноги бьёт. «Чужой» пинком хочет убить рыцаря. Рыцарь говорит, «Нет, я убью тебя, космическое отродье». По-любому «Чужой» так. Рыцарь так сказал. Вы представляете, какой здесь адреналин, когда ты борешься с какими-то такими существами. И борешься не просто так, а за выживание. То есть, насмерть, да? Так, рыцари додавливают. Тут у нас уже вечер наступает, ребятки. Вечер, вечер наступил. И битва идёт. А кто, что тут сзади происходит? Рыцарь, ты куда вообще смылся? Ну что ж, дорогие друзья, мы видим, что рыцари победили «Чужих» и они просто крутые, довольные. Смотрите, они бегут домой. Они такие радостные, они бегут домой. Думают, ну всё, сейчас мы прибежим домой. Поднимем бокал Рома. Или что там, пили рыцари. Обязательно отпишитесь в комментариях, что пили в то время. Может, вино. Может, не, ну Ром пили пираты. Может, и рыцари пили Ром. Может, они водку пили. Ну, я не знаю, было вообще пиво в то время. Вообще, начнём с того, что, ребята, алкоголь это злой. Никогда не употребляйте. Алкоголь это... Это ужас, короче. Воблер не пьёт вообще. Вообще, никакой алкоголь. Потому, учитесь у воблера, никогда не употребляйте алкоголь. Так вот. Ну, у нас рыцари, у нас история. А история говорит, что все бухают. Так вот. Они бегут домой бухать, отдыхать. И мне кажется, что они реально крутые, довольные. Некоторые ещё тут что-то договаривают. Может, кто-то пописяц стал, понимаете. Ну, потому что после битвы... Битвы, ты ж когда бьёшься с врагом, а тебе приспичило в туалет. Ты что? Ты ж не можешь драться, правильно? Ты ж такой думаешь, блин, надо отлить, короче. Давай вселюсь в этого рыцаря. Такой, у-у-у, пацаны. Мы сейчас придём домой к своим жёнам, детям, родителям. Мы победили. Человечество будет жить круто. Вечерки, фу, дрались целый день. Представляешь, в 8 часов утра они начали драться. Сейчас уже 5 вечера. И уже бегут, уже тут смеркало. Смеркало, бегут домой. Крутые такие. Фух, да. Всё-таки битва была удачная и успешная. Чужие проиграли. Можно уже вздохнуть с полной грудью. Что бой закончился. Можно уже поспать, отдохнуть. Осталось у нас 162 рыцаря. В принципе, неплохо. И сейчас домой. Видите, 3600 у меня здоровья. И мы сейчас отпразднуем. Будет пиршество. Будем гулять до утра. Допустим, рыцари кто-то к семьям. Кто-то холостяк по-любому будет там тусить с подругами. С какими-то там. То есть, набухаются и всё будет отлично. Напьются. Ну, вы ж поняли. Соков, соков. Рыцари пьют только сок, ребята. Сок и молочко. Запомните. Ой, что это такое? Что это за звуки? Стоп. Что происходит? Что это за шипение? О май гот. О мой бог. Ох. Чужие. Вы посмотрите, сколько чужих. Они стоят. Они стоят, не двигаются. Что происходит? Это армия чужих. Мы бежали домой и увидели логово чужих. Их очень много. Я их... Они не нападают. Это очень подозрительно. Чужие ждут приказа от самки. От королевы. Их очень много. Я не могу, конечно, их сосчитать. А ну, давайте просканируем. Блин, их... Их пять тысяч. Мой вот рыцарский взгляд посмотрел и понял, что чужих пять тысяч. Подожди, некоторые стоят. Некоторые бегают. А ну, давай мы примем участие. А как они могут бегать? Они же должны стоять. А это рыцарь их просто отталкивает. Умри, Ксиноморф. Умри. Ты не возьмешь меня живым. Я буду драться до последнего. Умри. На. Убиваем. Я вам хочу сказать, что рыцари неплохо убивают чужих, которые стоят на месте. В принципе, отлично. Может, мы даже всех перебьем. Конечно же, мы на адреналине. Мы хотим их всех убить. Потому что мы понимаем, если придет... А где королева? Где королева этих чужих? Ну, если вы понимаете, королева, она же должна быть самой сильной. Если у чужого 500 здоровья, сколько-то удар, то у королевы очень много может быть здоровья. То есть, королеву просто так не убить. Но пока что никто ее не видел. Как она выглядит? Ну, я думаю, что королева выглядит так же, как и эти чужие. Все, другой модельки здесь нет. Вот так вам по секрету скажу. Ну, в общем. Ну, королева, возможно, будет крутая. Может быть. Спойлер кидаю, ребята. В будущем мы увидим королеву. Итак, давай посмотрим. Мы видим, что уже ночь. Под покровом ночи идет битва. Ну, понятно, вы видите все в хорошем качестве. Поярче. С засветами. Потому что мне пришлось накрутить яркости. Потому что и так в темноте нифига не видно. Вот стою, смотрю. Реально ночь. Ну, как ночь. Как говорится, знаете, пословица темно, как в жопе. Ну, я не знаю, конечно, как там реально. Я ж-то не был. Но пословица такая есть. Так вот. Мы бьемся с чужими. Рыцари, хочу сказать, ребята. Наши умирают. Рыцарей очень мало. Их осталось всего лишь штук 50. Но они понимают, что лучше умереть сегодня. И чтобы родные выжили. Чем умереть завтра вместе с родными. Вот так вот. Я четко придумал только что. Если что, я могу. Так вот. Чужие стоят, ждут самку. Сами они не атакуют. А знаете, почему они не атакуют? Потому что не то, что они тупые. Нет, ребята. Чужие они очень умные. У них просто спячка. Ну, знаете, как летучая мышь. Они там спят. Вот аналогично они решили поспать. Вообще в фильме чужие там не спят. Они там возле гнезда могут тусоваться как-то. Да, вроде бы яйца защищать там. А, подожди, стоп. В фильме тоже чужие спали. Стоп, спали. Помню, они там возле яиц в стенах. Помните, они спали в стенах, когда чуваки к яйцам заходили. Такие. О, меня убил. Меня убил чужой. Так, мне нужен рыцарь. Рыцарь. Я буду рыцарем. Ой, ты плохой рыцарь, у тебя всего лишь 100 здоровья. Вот. Новенький рыцарь. Под покровом ночи. Пока чужие спят. Рыцари пытаются их убить. Но чужих, ребята, 4000. Им как-то до одного места. Даже этих рыцарей не хватит, чтобы, ребята, убить чужих. Надо что-то с этим делать. Надо как-то решить эту проблему. Я, если честно, не знаю, что нам надо делать. Пишите в комментариях, что нам надо делать. Как нам спастись от чужих. Вот честно. Они раз... Мы не знаем, откуда. Во-первых, есть загадка. Мы не знаем, откуда в этих землях взялись чужие. Да? То есть, нам еще придется выяснить в будущих сериях, откуда взялись чужие. Почему их так много? Как они размножаются? То есть, вообще, кто их сюда притащил? Зачем? Почему? И как? И для чего? Короче, все вопросы пока что у нас без ответа. Но у нас есть один ответ. Мы победили и нашли логово. Ксеноморфов. Давай, на. Получай. Слушай, сзади, сзади чужой рубит. А как он двигается? Он не должен бегать. Слушай, у меня 2000 здоровья. Я не хочу с ними драться. Мне надо предупредить моих. Этот рыцарь, его зовут. Давайте, придумайте, ребята, имя для этого рыцаря. Ребята, вы должны придумать, потому что этот рыцарь еще будет. Будет участвовать в следующем ролике. Так вот, придумайте для него имя. И я такой рыцарь безымянный. Потому что я еще не читал ваши комментарии. Бегу домой. Тут какой-то рыцарь стоит. А что ты стоишь, дурачок? Так. Давайте мы вот этого возьмем. Да у него больше здоровья-то. Вот этот безымянный. Тут у того было имя, у него имя труп. Хе-хе-хе. Так. Я такой вижу, что мои коллеги, братья по оружию, рыцари умерли. Мы перебили очень много чужих. Но их еще очень много осталось. Надо позвать помощь. Кого звать на помощь? Уже нету никого, вы понимаете? Нету никого. Мы уже сколько людей потеряли. Уже тысячи людей померли. Там в первых битвах 9 тысяч легло. Там полный капец. А чужие все прибывают, размножаются. Надо добежать. Кого-то позвать на помощь. Потому что сам я с чужими не справлюсь. Самое главное, я должен пробежать через это опасное ущелье. Возле плачущей горы. Здесь гора, ребята, плачет огромными камнями. И вот если слеза, то бишь камень, упадет нам на голову, я никуда добежать не могу. Потому мне надо как-то быстро. Потому что когда будет рассвет, чужие могут проснуться. Если они проснутся, то нам не поздоровиться. Надо что-то делать. Я не знаю, смогу ли я до утра добежать. Не смогу. Так, лавина прошла. Ох, ребята, если честно, даже не представляю, куда нам бежать и что нам делать. Бежать, звать на помощь. Там было какое-то соседнее село. Может там есть какое-то подкрепление, какие-то рыцари. Пока нету лавины, пока нету камнепада. Надо успеть до утра. Но уже час ночи. Нам надо как-то все-таки добежать и позвать на помощь. Потому что без помощи нам не выжить. Но все-таки остается загадка. Кто же нам помог при первой битве здесь в ущелье? Кто остановил этих чужих? Кто не дал умереть моим рыцарям? Я последний выживший рыцарь с того момента. Вы представляете, последний. Я вообще рыцарь-воин. Я столько повидал чужих. Сколько мой меч перенес кислоты. У меня вообще меч почти расплавился. Было жестко, хочу сказать. Я последний выживший. О боже, плачущая гора. Камни летят. Хотя бы мне на голову, чтобы камешек не пал. Он покатились камни вовремя. Я пробежал. Я писать хотел. Хотел реально пописать. Но там писать под камнями не вариант, ребята. Надо писать под кустиком. Под дерево. Ну как собаки метят. Ладно, никого не видно. Никто не видит. Можно тут встать. Пописать. Я устал. Надо немножко отдохнуть. В сон сильно клонит. Надо идти, но в сон клонит. Ё-моё, что мне делать? Я всё. По-моему, я сейчас упаду спать. О боже мой, что случилось? А я упал спать. Уже 7 часов утра. Чужие, наверное, проснулись. 5 часов я проспал. Но меня нельзя винить, ребята. Я целый день дрался. Мой меч вообще не опускался. Я перерубил очень много чужих. Я поспал, возобновил силы. Но надеюсь, что я успею вообще. Вы кто такие? Вы кто такие, ребята? Это были солдаты из земли номер 1. Которые пришли спасти землю номер 2. Они остановили время. И теперь они за рыцаря, дорогие друзья. Теперь они будут драться со мной. Я говорю им, сейчас я покажу, где чужие. Пойдёмте за мной. Вот там чужие, их нужно срочно перебить. Я никогда не видел таких людей. Английским владеют на обеих землях. Но так как английский это мировой язык, мы смогли вместе тут пообщаться и договориться. Вот эти бойцы сейчас, надеюсь, мне помогут. Где ваши мечи, бойцы? Чем вы собираетесь воевать против чужих? Ничего себе, какие у них бластеры. Вы посмотрите. Утро наступило. Чужие проснулись. Неужели вся огромная орда нападёт на нас? Стреляйте по чужим, стреляйте. Смотрите, современное оружие. 12 человек с лазерами. Они с будущего. Они готовились к перепалке с чужими. Надеюсь, что они смогут победить. Чужие не смогут к нам дойти. Я не пойду туда. У меня нет такого меча, который может стрелять какими-то непонятными розовыми штучками. Смотрите, чужие подходят всё ближе и ближе. Я буду прикрывать спереди, чтобы они не смогли напасть. У меня много здоровья. Пошли отсюда. Уходите. Видите, всё-таки чужих очень много. Без меня мои космические друзья и Земля-1 не смогут справиться. Так, держимся до последнего. Вот вам и утро началось. Надо атаковать чужих только ночью. Давай. Меня немножко ранили. Ну всё, вам капец. Надо чуть-чуть отдохнуть. Я целую ночь бился. Надо отойти чуть-чуть. Так, убивайте их. Они за мной, видите, ходят. То есть я им показываю, где чужие находятся. Ничего себе. Это эпичненько. Надеюсь, они до нас не доберутся. Мы как раз в ущелье их здесь зажмём. У чужих мы встречаем в ущелье, чтобы скала нам помогла. Надеюсь, она скинет пару камешков на этих ксеноморфов, которые не смогут к нам добежать. О боже, чужие обратились. Они вырубили всех моих космических друзей. Они не ожидали, что будет очень много чужих. Дружище, беги. Беги за мной. Нам надо прыгать куда-то в портал. Смотрите, гора. Ты поздно начала скидывать свои камни. Чужие атакуют. Что нам делать? Нам нужно бежать за угол. Неужели мы умрём? Я не хочу умирать. Снова я остался в живых. Ну, везучий рыцарь, ребята. Просто везучий. Что могу сказать, ребятки? Хотите больше роликов по игре Ultimate Epic Battle Simulator? Загляните в описание. Это будет ссылочка на целый плейлист, где очень много битв. И с чужими, и с разными супергероями, и с динозаврами. Загляните и посмотрите. Ну, а я бегу. Бегу, спасаюсь бегством, потому что чужие нас преследуют. Это просто эпично. Я не знаю, что будет, но мы это уже увидим в следующем видео. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»